МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы добыть ужин, нам больше не приходится бегать с копьем за мамонтом. Белье не приходится стирать в холодной реке, и чтобы дома было тепло, не нужно дежурить у огня и следить за тем, чтобы очаг не погас. Достижения цивилизации сделали нашу жизнь комфортнее. И сегодня речь пойдет о таком важном и деликатном благе современного мира, как канализации очистные сооружения. В эфире программа «Вектор комфорта». О комфорте и удобстве люди начали думать за много тысяч лет до нашей эры. Может быть, это наравне с трудом и превратило обезьяну в человека. Самые ранние сооружения, которые выполняли роль канализации, обнаружены в городе инской цивилизации Махенджа-Дара. Он возник около 2600 лет до нашей эры. А в Древнем Риме при Пятом Царе, Луце и Торквине и Приске осуществили грандиозный для того времени проект под названием «Большая» или «Великая Клоака». Это был канал трехметровой ширины и четырехметровой глубины. Со времен Древнего мира многое изменилось. И честное, это комплекс сложных инженерных сооружений, источные воды. Перед забросом водоема проходит тщательную очистку. Процесс этот сложный, многоступенчатый и совершенствуется из года в год. Если раньше основной задачей было отвести инчистоты как можно дальше от населенного пункта, то теперь сохранить окружающую среду и здоровье жителей. Биологические очистные сооружения в Новочебоксарске построили еще в далеком 1967 году для обеспечения жизнедеятельности столицы Чуваши и ее города – спутника. Очистные сооружения имеют стратегическое значение, поскольку неочищенный сброс в Волгу приведет к загрязнению и отравлению окружающей среды. То есть мы не можем это допустить. Из-за отсутствия очистных сооружений река Волга превратилась бы в грязную лужу, где не было ничего живого. На очистных не бывает выходных. Они работают 24 часа в сутки и согласно проектной мощности за это время могут принимать около 320 кубических метров. Если работа на БОС, по какой-то причине остановится, жизнь двух городов будет парализована. Мы находимся на так называемой приемной камере. Сюда приходят стоки с двух городов – Чебоксар и Новочебоксарска. Затем они направляются в здание решетки. Там происходит первичная очистка от так называемого грубого мусора. И это как раз тот случай, когда, можно сказать, хорошо, что телевидение не передает запахов. Очистка сточных вод происходит в три этапа или шесть стадий. Первая стадия – механическая. Начинается здесь. Несколько решеток, как большие сито, процеживают стоки. Зазор между прутьями решеток составляет всего 10 миллиметров. Весь мусор, который задерживают решетки, попадает в специальные контейнеры. Его обрабатывают хлорным раствором и отправляют на полигоны твердых бытовых отходов. После решеток по каналам сточные воды попадают в сооружение с говорящим названием – песколовки. Песок и другие мелкие частицы, такие как шлак и бедное стекло, осаждаются за счет скорости движения потока. Затем эти примеси собирают и используют на собственные нужды, к примеру, в строительных работах и для выравнивания территории. Даже после того, как весь мелкий и крупный мусор выловлен, стоки не готовы к спуску в водный бассейн. В противном случае жителям Поволжи грозили бы эпидемии, как в средневековые времена. А большинство представителей флоры и фауны оказались бы в Красной книге. Стоки предстоит еще очистить от растворенных примесей, главное – бактерий. Для задерживания мелких взвесей служат первичные отстойники. Это самые большие по размеру сооружения на честных. После этой стадии остается осадок. Что делать с ним – этот вопрос, над которым трудятся лучшие инженерные умы. Представьте, стоки всего лишь от двух городов численностью до 500 тысяч жителей приносят в среднем 1200 тонн осадка в сутки. А в России больше 1100 городов разной величины. Раньше осадок с Новочебоксарских и Честных попросту вывозили на шламонакопители. Там за время работы БОСС скопилось более 2 миллионов тонн осадка. Эти сооружения, конечно, спасали Волгу и прибрежную зону от загрязнения, однако запах с них приносил немало неприятностей жителям города-спутника. По старой технологии мы производили откачку образующего осадка на шламонакопителе, где происходило вымораживание и испарение в естественных условиях. Мы все делаем для того, чтобы избавиться от тех неприятных запахов, которые преобладают на шламонакопителях. Мы провели систему, так называемый, комплекс удаления неприятного запаха, представляющий собой гибкий шланг с расположенными форсунками. И в случаях преобладания ветра в сторону города, это восточное, юго-восточное, южное направление, мы включаем систему подачи разбрызгивания реагента. То есть создаем мелкодисперсный туман, который вступает в взаимодействие с дурнопахнущими элементами и нейтрализует их. Летом 2014 года метод переработки осадка на БОС изменился коренным образом. Его перестали копить, а начали обезвоживать и сжигать. В специальных центрифугах осадок теряет 75% лаги, что, соответственно, серьезно уменьшает его объем. Затем из остатка формируют гранулы. Для России такой подход можно назвать революционным. Устанавливать и обслуживать дорогостоящие оборудования, которые в нашей стране стоят, пока только в Сочи, в Новочебоксарске приехали иностранные специалисты. Я здесь, в Новочебоксарск. Первый раз было июль 2014. И потом каждый месяц, две месяца я здесь для помочь вашим людям с нашим оборудованием. Эта технология есть для суши осадок. И потом мы сделаем гранули. То, во что превратился осадок после всех манипуляций, отправляется в печи. Происходит их горение, сжигание в печи термитализации, снабженной класняковой решеткой и с последующим использованием тепла образующихся дымовых газов для нагрева нашего диатермического масла, основного теплоносителя, который используется на стадии термической сушки осадка. Таким образом образуется замкнутый цикл, энергетический замкнутый цикл. И с образованием конечного продукта от золы. В итоге после всех вышеуказанных процедур объем осадков уменьшается в 100 раз. Золу, а это 500 килограммов в час, можно использовать, к примеру, при строительстве. Получается, что отходы жизнедеятельности перестают быть отходами и превращаются в сырье для различных сверхпроизводства. Итак, осадок уничтожен, стоки очищены от всех примесей. С оставшимися загрязнениями борются в так называемых аэротенках. В них стучные воды взаимодействуют с активным илом. Это специальный комплекс микроорганизмов, которые питаются загрязняющими веществами. Однако это еще не все. Остается избавиться от болезнетворных бактерий. Со школьной скамьи мы знаем, что с этой задачей справляется хлор. Его и использовали для обеззараживания стоков на новочебоксарских очистных до 2008 года, что было небезопасно как для здоровья людей, так и для экологии. По наблюдениям специалистов, от остаточного хлора в воде могут развиваться болезни органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, аллергии. Может ухудшиться состояние зубов, щитовидной железы. Присутствие даже незначительного количества хлора вредит рыбе и ракам, которые в конечном итоге оказываются на нашем же столе. Сейчас воду обеззараживают гипохлоритом натрия. Использование этого вещества на данное время считается наиболее рациональным методом очистки воды. По своим обеззараживающим свойствам гипохлорит натрия максимально приближен к жидкому хлору. При этом в разы безопаснее. Воде остается минимальное количество опасных соединений. Впрочем, в недалеком будущем Волгу перестанут попадать даже они. На биологических очистных сооружениях в Новочебоксарске планируют начать обеззараживать воду ультрафиолетом. Этот метод имеет ряд преимуществ. Ультрафиолетовое излучение губительно действует на вирусы, бактерии, спор грибков. А в воде не образуется никаких токсичных соединений, которые могли бы навредить обитателям водоема. При этом обработка воды ультрафиолетом дешевле, чем, к примеру, озонирование или хлорирование. Правда, потратиться все же пришлось. Дело в том, что для подготовки воды к обработке ультрафиолетом ее необходимо пропустить через специальные фильтры. Они уже закуплены, и как только будут установлены, заработает новый способ обеззараживания. А пока применяют гипохлорид, перед тем, как очищенные стоки попадают в Волгу, их обязательно проверяют на наличие активного хлора. Мы берем стоки на выходе уже, которые на выходе стоки очищены. Берем, проверяем, наливаем сток в 100 грамм. Потом наливаем уксусно-ацетатно-буферный раствор и заливаем сюда тоже 6 миллиграмм. Будем так, смотрите, смешиваем это все. Потом берем другую проверку. Вот кальйодистый 10-процентный раствор. Тоже берем. Заливаем. Тоже так же по отметке. Смешиваем. Смешиваем и ставим в темное место. На 5 минут. Затем раствор разводят к крахмалам. Если в стоках имеется хлор, то проба в колбе посинеет. В нее добавляют реагент. Потому, какое количество реагента требуется, чтобы проба обратно обесцветилась и делают выводы о количестве опасного хлора в стоках. В случае, если показатель выше нормы, дежурные принимают меры, рассказывает сотрудник. Правда, такого на памяти Владимира Матрёнина еще не бывало. И опасные соединения в Волгу не попадают, и осадок уничтожается. Но на этом плюсы от нововведений на БОЗ для экологии, а значит, и для жителей республики, не заканчиваются. Ачестка источных вод является очень энергозатратным производством. Для уменьшения расходов на электроэнергию нами была закоплена когенерационная установка. Смысл работы этой когенерационной установки – это обыкновенная мини-электростанция. Работа она на газу. В результате вырабатывается электрическая энергия. Побочным эффектом выработки электрической энергии является выработка тепловой энергии. Была закоплена установка мощностью 500 кВт электрической и 609 кВт тепловой мощности. Значит, что хочется сказать. Произведенная электроэнергия будет в разы, ну скажем так, на порядок по оси бестоимости ниже, чем электроэнергия, которую мы закупаем у Чувашской эксплуатовой компании. Плюс ко всему, дополнительным источником энергосабряжения будет то, что выработанная тепловая энергия будет у нас заведена в нашу котельную для отопления нашего предприятия в зимний период, что позволит нам сэкономить за счет уменьшения нагрузки на нашу тепловую котельную, которая работает на газу, тоже значительные средства. Экономический эффект от этого нововведения будет исчисляться миллионами рублей, отмечают сотрудники. Купить установку планируют за 4-4,5 года. Если в конечном итоге это скажется на тарифах, то экономический эффект, вероятно, смогут ощутить и жители. За последние три года проделано очень много работы. В основном заменено оборудование, которое позволяет более эффективно работать предприятию. В соответствии с обстановлением обмена была принята инвестиционная программа по развитию ГУП-БОС. Источник финансирования является ареспубликанский бюджет, частичный федеральный бюджет и собственные деньги отчистных сооружений за счет тарифов. И привлеченные деньги, это заемные деньги на следующий день. Общий объем примерно 3 миллиарда. В соответствии с планом финансирования инвестиционной программы по ГУП-БОС, общий объем выполненных работ составляет более 2 миллиардов рублей. И осталось выполнить только строительство третьей очереди, так называемой. Мы эту третью очередь немножко отделили, выделили его на нескольких этапов. Первый этап мы в прошлом году закончили. Это как раз строительство и сдача центрофуг. Второй этап, который мы должны в этом году закончить, это получается, как у меня как раз на столе лежит схема. Это вот сдача, монтаж фильтров, которые мы уже закупили, установка оборудования, так называемое УФО, ультрафиолет обручения. И в конце года мы планируем запустить его в эксплуатацию. Конечно, в одно мгновение проблем, связанных с работой биологических и частных сооружений, не решить. Работают над ними инженеры, а не волшебники. Найти оптимальный способ переработки собственных отходов жизнедеятельности – вот задача, над которой еще предстоит биться не одному поколению. Однако работа в направлении улучшения экологии и качества жизни населения начата. А значит, вектор комфорта задан. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова